Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, на закрытые границы, если у вас есть желание путешествовать, вы всегда найдете возможность это сделать. И у нас в гостях Максим и Ксения, путешественники с домом на колесах. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим и Ксения с 18 октября до 1 декабря катались по Европе с домом на колесах. Почему именно такой формат? В прошлом году мы путешествовали по Крыму и столкнулись с сложностями такого плана, что гостиницу надо найти, а так как мы путешествовали на машине, где-то нужно было поесть, и родилась эта мечта. Ну, у меня, например, с детства была мечта, смотришь фильмы какие-то американские, и там вот этот дом на колесах, и какая-то действительно вот такая классная, яркая мечта, хотелось попробовать. Плюс ни у кого из знакомых ничего такого не было, мне вообще нравится все уникальное. И вернувшись с Крыма, мы приехали в Москву, увидели, что есть фирмы, которые занимаются этим, приехали. В первый раз мы своего малыша там не нашли. Ну, то есть было огромное количество абсолютно разных, они оказались, есть прицепы, есть дома. Мы очень долго выбирали. Нашли своего, и потом уже за ним отправились. У вас прицеп или именно сам фургончик? У нас прицеп, ну, это более доступно. Мы решили вот для пробы взять его, ну, есть мечта, конечно, автомобиля. Долго изучали плюсы-минусы, но вот основной, наверное, это доступность у прицепа. Вот это вот ощущение свободы, мне кажется, да, такое, когда ты едешь вот на... Именно так путешествуешь, да? Это настолько круто. Да, получается, тебе не нужно думать, где приготовить. У тебя есть холодильник. Тебе не нужно думать, где помыться. У тебя есть душ с туалетной комнатой. У нас две кроватки, которые как бы в одну большую превращаются. Столик, печка, всегда тепло. Есть плита, чтобы приготовить, раковина. Он у нас довольно компактный, такого небесного какого-то голубого цвета. И мы зовем его Касатик или Проныра. Мило, мило. Ну, и очевидный вопрос. Сколько стран вы посетили за эти полтора месяца? Мы посетили пять стран, не считая Россию. Это Турция, Армения, Болгария, Румыния. Грузия. Грузия. И в две страны нас не пустили. Азербайджан и... Куда еще? Нет, какая-то еще. А, и в Молдавию. Но мы не поехали туда. А что сказали? В общем, с Азербайджаном граница была закрыта. И нужно было иметь определенный код разрешения от правительства. Нас просто развернули, да, с границей. Да, а в Молдавию мы не поехали, потому что было непонятно, в какой она зоне находится. И могли обратно нас не выпустить. На самом деле мы, получается, пересекли 20 границ. То есть у каждой страны по две границы. И две границы, получается, нас не смогли, да, принять. Да, мы приехали, но не смогли их пойти. А, знаете, какая была интересная особенность? Мы приехали на одну из границ с Грузией. Их, например, с Россией три. И мы хотели пересечь ее, но она была закрыта. Нам пришлось развернуться и делать еще один круг, чтобы ехать на другую. В общем, и нигде этого не написано. Ты как бы методом проб и ошибок сам тестишь, куда ты можешь попасть. Сколько в итоге километров намотали? У нас получилось 18 тысяч километров. Ну, из них 6 порядка это по России, когда мы уже возвращались из Верхнего Ларса до Иркутска. Меня как автомобилиста интересует вопрос, как там вот в плане культуры вождения? Потому что я была когда в Европе. Я знаю, что там очень четко все соблюдают. Ездят быстро, но ездят аккуратно. Никто не едет 40 километров в час по левой стороне. Так ли это там было? Как в самой дороге? В плане вождения было нормально. Каких-то нарушителей и дискомфорта не испытали. У нас отложилась сильная поездка, потому что нам было получить права Е-категории, чтобы ездить с прицепом. А получилось, что нас практически нигде не останавливали. Даже в Европе несколько раз, когда мы в темноте приближались, останавливали, потом смотрят, ну, проезжайте. Из особенностей нам запомнилось, это один из наших самых первых отрезков. 1100 километров мы ехали от Краснодара до Ростова, да? И в нас въехал водитель, который уснул. Из Москвы, да. Из Москвы до Ростова. Водитель, собственно, уснул. Нам очень повезло. Мастерство Максима и то, что он успел свернуть. Он въехал нам в колесо, как бы чуть-чуть отрикошетил. И он даже, ну, не понял. Колесо фургона. В коне машины. У нас побольше колеса, у него машина низкая была. И нам повезло, что он врезался своим крылом и дверью. И у нас было поцарапано литье. У него зеркало от удара отвалилось. И мы, в общем, сразу же продолжили путешествие. Надеюсь, это самое нервное происшествие из-за всего же поездки? Нет. Какие были еще приключения? В общем, приключений было очень много. И почти они были каждый день. Максим вел маршрут, вел дневник на протяжении всего маршрута. И у нас записан каждый день все, что мы делали. Из самых сложных мы вот сейчас вспоминали с ним. Это было прохождение границы с Болгарией. У нас не было грин-карты. И, в общем, особенность для всех телезрителей, да, каждая граница – это свой перечень документов. Максим отвечал за техническую часть поездки. Я должна была подготовить маршрут и все доки. И в чем сложность? Ты заезжаешь на границу, с тебя спрашивают. Теперь представьте, у нас нет грин-карты, у нас забирают паспорта. И говорят, приезжайте завтра. Мы, в общем, в растерянности, бежим, я рыдаю, мы там ругаемся. И, представляете, купить ее ты не можешь, потому что у сервера перезагрузка. И мы, в общем, ночь провели на границе. Без паспортов, как нелегалы. В общем, было довольно, ну, как-то немножко не по себе, страшно. Как минимум. Что было, например, комфортно, то, что мы тут же отъехали от этих шлагбаумов на 20-30 метров и легли спать. Да-да-да. Вот, и, в общем, ходили и постоянно проверяли, потому что был страх, что эта смена уйдет, а потом можно паспорта свои не найти. Ну, с другой стороны, вам прописка и не нужна, у вас свой дом. Но в России ты потом не вернешься. А какая страна запомнилась больше всего именно красотами за окном вашего дома? Румыния для меня. Тебе? Ну, наверное, в таком путешествии страны открываются с другой стороны, потому что ты проезжаешь их вдоль поперек, видишь не только туристические места, но и как живут местные жители, как устроена инфраструктура. И, ну, вот, мне, наверное, своей какой-то развитостью понравилась Турция, хотя... Мы Турцию проехали, получается, вообще всю, да? Да. Огромное количество. То есть мы и со стороны Босфора проехали, и с обратной стороны, где Аланьи и Анталия. Были на Чёрном море и на... Средиземном? Да, Средиземном. То есть два моря видели. В чём... Ну, Турция чем удивила? Действительно, очень развитая страна сама по себе. Действительно, Максим сказал, ты вроде заезжаешь, думаешь, что это какое-то гетто, но даже там есть дорога на двух... Две полосы, четыре полосы. Турция удивила своими платными дорогами, качеством. Действительно, ну, они не были дешёвыми сильно, но это было великолепное покрытие, много полос, где-то доходило даже до шести. Нас это поразило систем... В одну сторону. Да, в одну сторону. Система считывания, как у нас тоже в России есть, да, эта трасса, автодор, платная, и так, и в Турции, но там очень много платных дорог, по которым ты быстрее можешь проехать. Это было очень классно. Поразила, конечно, очень сильно Румыния. Из дорог, если спрашивать, там есть известная трасса, которую сделал их бывший президент. Да, Трансфагараж. Трансфагараж она называется. Это удивительной красоты дорога, которая идёт горным серпантином. Её сейчас засыпало. Мы думали, что мы туда не проедем. Я трусила. Там знаки везде, кирпич. Не проезжать, не проезжать. А Максим говорит, едем. Да, то есть мы когда доехали практически доверху, там запрещающие знаки, но было трудно развернуться. Хотелось доехать, хотя было страшно. Там ещё такой был ветер, скалы вокруг. Мы даже не смогли поднять квадрокоптер вверх, чтобы поснимать, но это уникальное зрелище. Представляете, там такая трасса красивая. Машин практически нет вообще. Мы ехали со скоростью 20-30, а где-то и 10 километров в час. Она очень крутая. И наверху нас вознаградил вид и озеро. Такая красота была вообще. А как выбирали место для остановки, для ночлега? Может быть, каким-то видом руководствовались? Да, у нас потому что же нет специальных стоянок. Нет у нас для этого. Да, есть разные программы, в которых указаны места, которые другие путешественники, скажем, открыли. Отличают уже на карте. Вот. И довольно часто это было, когда мы доезжали до какого-то места, или это визуальное красивое место. Ну, в чём, кстати, одна из прелестей. То есть мы довольно часто останавливались на море там, или на пляже, или неподалёку от замков. Вот. Мы знаете, как ехали? Мы, получается, едем, запланировали участок заранее. Ну, это с опытом пришло. Максим говорит, сегодня нужно проехать минимум 600 километров, например. Ты готовишься такой, ага, останавливаемся тут. Утром ты идёшь на достопримечательность, смотришь, а потом опять едешь. То есть у нас был настолько насыщенный график, что после поездки мы ещё отдыхали. Это был, ну, такой работа-отдых. Ты, получается, заранее должен приготовить достопримечательности, маршрут, понять, где заправиться, заправить машину, заправить газовый баллон. Ещё были у нас несколько раз до сложности, когда мы ехали. Газ у нас заканчивался два раза. Нам повезло, что к утру и становится резко холодно. Но нужно отдать должное нашему прицепу. Он рассчитан до минус 10, минус 15, а он держал до минус 21. Да, в Омске было минус 21, и внутри было вполне комфортно 22, там, 24 градуса. Вот, быстро уходит газ, конечно, но, в общем, главное, что тепло на два дня может хватить. И хотели сказать для тех, кто, вот, например, тоже захочет путешествовать, это экономически выгоднее гораздо. Баллон, ну, например, Максим посчитал, это 200-300 рублей за ночь, грубо говоря, ночь в гостинице будет стоить гораздо дороже. Но здесь у тебя всё с собой, своё, вещи, можно помыться, можно приготовить покушать. Это вообще классно. Ну, про дешевизм, это ещё такой вопрос, потому что стоимость самого прицепа, она не такая дешёвая, но это другой ласт стайл, когда ты можешь ехать и остановиться, где-то подольше постоять, пожить, где-то проехать, ну, это определённая свобода. Расскажите о ценах на бензин. Один раз Максима чуть не хватил, как это называется, инфаркт или что. В общем, представьте, мы приезжаем из России, мы на дизеле ездим, мы заправили полный бак, у нас примерно 4... У нас где-то 90 литров, и поэтому, ну, довольно... Ну, в России это где-то 4,5 тысячи. Когда мы были в Европе, там заправить бак, это около 9 тысяч было. И это довольно так... В общем, дорого. Порой деньги... Где самый дешёвый бензин топлива? В России, да? Да. В России самый дешёвый... Вот такие дела, друзья. Это правда. То есть мы в каждой стране переводили, а ещё добавьте конвертацию валюты двойную, ты два раза платишь. И в России всё равно. И самое, что интересное, мы всегда ещё спрашивали, откуда дизель? Или откуда в Армении, там, или в Грузии нам говорят, российский. Ну, в общем, вот так вот. Я, как понимаю, вы всё фиксировали на фото, на видео, всё ваше путешествие. Где это всё можно посмотреть? Можно посмотреть в Инстаграме у Максима, у него Максибонд называется, а у меня рахат, нижнее подчёркивание, Лукумовна. Хочу отметить вашу большую смелость, потому что путешествие на авто это не только свобода, но и большое количество приключений. Поэтому вы смелые люди. Спасибо вам огромное, что нашли время, посетили нашу студию, рассказали о вашем прекрасном путешествии и поделились эмоциями. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Спасибо.